Девушки отдыхают 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 Когда мне говорят, что я песню пою для того, чтобы наработать технику, я считаю, что это не совсем верно. Как раз на каких-то упражнениях мы и нарабатываем эту технику, чтобы потом на песню применить это все. Если мы будем в песнях ставить во главу угла наработку какой-то техники, мы должны как раз брать упражнения и нарабатывать то, что у нас не получается. Вот сейчас у нас Ромазар, вы знаете, какая у нас проблема у Ромазар? Это не рачивый? Нет, это не фальш даже. Я не знаю. Это просто слух. Я бы назвала это некой такой нечистотой, грязностью интонации. Вообще она идет от природы или нет? Она идет от головы. Дело в том, что он слышит, когда пойдет неверно. А вот это самое главное. Он слышит, что он не поймет. Ой, я не верно поймет. Он слышит, что он пойдет неверно. То есть в чем это? Либо идет медленное запоминание, исчитывание информации. Либо это чисто техническая, может быть, недоработка его, потому что он не допирает звук, и он его освобождает. Он улетает куда хочет. То есть если мы не рулим, если мы неправим транспортным средством, мы уедем и в кредиты куда угодно. То есть мы все равно рулим. И дыхание наше локальное, оно осознанное дыхание. То есть есть природа, это не дыхание. Есть осознанное дыхание, локальное дыхание. Может быть, как-то раскоординация какая-то. Между слухом и голосом. Где-то он пока не слушается. И как только он, как бы вот, для себя, не я даже для него, а он сам для себя, как только он расставит все точки лодки и все приоритеты, будет все хорошо. Я в этом нисколько не сомневаюсь. И самый главный аспект, самый главный еще аспект, это как можно дольше вслушиваться в мелодию, в бездне, которую он поет. А он рассчитывает, как бы, если ты послушал, сразу запел, ты послушал, сразу запел. Какому-то нужно 2, 3, 10, 20, 30 раз послушать, чтобы четко спеть. И сыграть, и слиться в унисон с этим. Вот на начальном, допустим, этапе, хотя у тебя уже тут уже давно поешь. Нет. А сколько ты поешь? Я снимаю где-то 2, наверное, года. Ну вот. Полтора. То есть ты до поступления в колледж решил петь? Да. Но я вообще решил это в 10-м классе в начале. Вот, получается, отрешился. Потом я начал заниматься, наверное, к концу 10-го класса только. Но ты начал заниматься с профессионалом или сам? Или куда-то ходил? В какой-то... В вокальной студии ходил. В вокальной студии, да и скульптурой? Нет. Это, ну, просто вокальная студия, частная. Частная вокальная студия. Ну, а у тебя... А у тебя были там вот такие вещи? Тебе говорили, что ты не туда поешь? Да. Я вообще сначала там вот... Даже вот так? Да. Даже вот так. То есть человеку появилась цель, и... То есть ты закател, у тебя появилась цель, и ты стал... Медленно, но верно ее достигать. Ты стал к ней идти. Но сейчас ты у тебя огромный уже успех, если говорить вот об этом. Если говорить о твоем небольшом совсем пути, то это, конечно, огромные успехи. Поэтому мы сейчас давай попробуем вот так. Во-первых, насколько мы слышим основной тон, правила основного тона. То есть мы... Я играю аккорд, и ты должен спеть тонику. Просто проэтонировать ее. Так, вот ты у нас. Сейчас, подождите секундочку. А вы-то все не выкаете. А вы-то что? Вы молчите вообще. Так, вот смотри. И ты тоже не толпаешься. Что вы поете? Нет, ну это натара лучше просто. Нет, а еще что назначает пила? Тер-цена-цена. Тер-цена-цена. Я продублировала. Я-то сад него жду в его тесистории. А ты на шоу не поешь, а? А я шоу не пою. А я с пилой. Шоу не поеду? А шоу это у нас? А шоу не в душа? Нет. Армян и татары по-украински заговорили. Это шоу ты не поешь? Да, шоу шоу ты не пою. Да ты что? У тебя папа татарин, мама у каинка? У меня папа татжик. А папа татжик у тебя? Так ты татжик. Ты не татарин? Нет. А я у тебя палки. Значит ты татжик. А кто вам сказал, что это? Не знали. Это я почему тебя так подумала. Я неправильно подумала. Прости. Прости, друг мой. Так ты у нас. Так пошелся так и это туда. Так это в какую? Ты у Сарьяны? У Сарьяны? Азербайджан, Украина. А у тебя Таджикистан, Украина. Ну вот у нас. Видите какая-то. И так еще раз очень тоненько поем. Что-то еще разное. Вот что дальше. А это что? Это не тоненько. А вот это тоненько. А вот это тоненько. А вот это тоненько. Мы искали только Ромик, ты где? Так, здесь поем. Нет. На там ниже. Дай мне надури. Вот она. А почему мы не слышали то-нибудь? А? Это что такое? Так, здесь поем. Здесь поем. Вот, теперь ты слышишь, ты смотри. Поднялись выше, а он стал слышать. Он стал слышать. Так вот. А если еще? Ну, давайте. Давайте отсюда. Сразу слышно? Угу. Угу. Ну-ка, обнесу еще бутно. Хорошо. Сразу слышно. Ну вот. Знаешь, что это нарабатывается? Знаешь, что это нарабатывается? Ну ничего. Просто что-то где-то как-то все. Да я еще тут лишних ног наигрывала специально, чтобы тебя запутать. Вот да-да-да. Да. Да я ее дала. Так, а теперь смотри. А теперь что мы сделали? Вот мы возвращаемся. Все хорошо? Вот у тебя основной тон. Ты сейчас на ду-и-ду. Возьми и спойми. Хочешь на одном тоне. Ду-и-ду-и-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Либо ду-и-ду-и-ду-ду-ду-ду. Вот уже секунда. Да? Два звука. Или ду-и-ду-и-ду-ду-ду-ду-ду-ду. То есть ты должен и мелодию придумать, и, значит, само движение. То есть сразу три. Три в одном. Хочешь на одном звуке, хочешь на двух, хочешь на три. Ты должен еще и фразочку сформировать. И еще и распеть. Либо ду-ду-ду-ду, либо ду-иду-иду, либо ду-иду. Может посидеть на И, но, например, песня речки. И-и-и-и-и-иду. Как угодно. Понимаешь, вот как угодно. То есть ты сейчас творчекий, вот насчет придумок, у вас с этим все хорошо, все понятно, все прекрасно. Помню мы на столе свою речь, что. Да-да-да, вот так и нужно приготовить. Еще раз основной тон. Ну, 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 пробуй, пробуй. Так, значит, что мы слышим, что мы слышим, да? Где-то не добирает, хотя придумывает правильно все. То, что там распев, сейчас мы это все поправим. Где-то не добирает, а где-то занижает, а где-то занижает. Во-первых, вы уже, так сказать, курс третий, и вам уже практиковать. Посмотрите на голову, что может помешать, когда поют. Анализируйте сейчас. Вам видно там хорошо сейчас? У вас же тоже должно быть видно. Видишь, как хорошо. Мне очень нравится, что вы включаетесь, так сказать. Включаетесь на голову. Это своего рода методика. Прямо методика сейчас. Правда? Правда, да? Методика, практика. Вот сейчас еще раз отсюда же смотрите прямо на него внимательно. Чуть-чуть, чуть-чуть. А вы вот сюда вот ко мне. Вы ко мне. То есть мы думаем с молодью, да? Да, да. Вот ты хорошо сделаешь, чтобы ты в три захода пошел. Сначала на одном тоне, потом еще, потом еще. И не останавливайся. Вообще не останавливайся. Даже если не туда как бы поехать. Понимаешь? Представьте себе, что опять же мы сдаем с вами вождение, то там эти как, ну, колеса мягкие лежат. Ну, как бы, чтобы машина, да? Чтобы все. Представь себе, что вокруг тебя мы тебя любим. Мы прекрасно относимся к тебе и верим в тебя все. Поэтому куда бы ты ни уехал, ты вернешься куда надо. Тебя вырыли. Шли. Ну. 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 Молодец. Молодец. В третьем что было не так? Ну. Ничего себе. Он, нет. Он просто побоялся. Я что не хочу? Он примерно побоялся. Да? И не хватило. Дуй, дуй. Значит, чего не хватило с точки зрения именно техники? Дыхания не хватило, во-первых. Ну он прав, он прав, каждый раз слове. А чего не хватило? Сам думаешь, чего не хватило? Смелости. Да, наверное, смелость. Смелость это первое. Смелость это наша психология. Это наша психозоматка. А физиология? Чего не хватило? Не хватило три метода. Конечно. Крищен. Иду, 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 я как-то иду, иду. Понимаете, если бы он добавил вилочку, добавил бы, сделал бы трещик, да, а порой бы сразу сказал бы, а, мне надо хорошо поработать, чтобы оно было как надо, а ты сбросил все. И не задержай голову, то есть слишком задираешь. А как? Недушно. Смотри прямо, и лучше даже где-то вот, не знаю. Ну, звук, мне кажется, 45 нужно посылать. Он... Нет, не туда. Нет, не туда. А вот мысленно просто. То есть чуть-чуть под порой. Ты можешь посылать его куда-то. Куда тебе удобно, туда и посылай. Вот здесь чисто физиологическое тебе мешает, когда задирается. Да. А я же задираю? Ну, когда-то да. Ага. Да? Еще разочек отсюда. Пойдем. Ду. Так, ты не готов был. Смотри. Ду. Возьми носом активно. Я не против того, чтобы дышать на том. Ну, вот смотри, вот тебе вступление. Ду. 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 И она правильно, совершенно правильно, она из позиции выпала и уже дыхание практически потеряла. Больше половины даже. Это ты знаешь задержку, да? Да. Это называется фиксация. Ну, фиксация. Правильно. Фиксация. Мы фиксируем дыхание. Мы фиксируем дыхание. Еще разочек здесь. Ду. 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 А что вы испугались? Слушай? Слушай. Вот мне так захотелось. Это как? Ну, здорово же. Ну, ты хорошо спел. Хорошо спел. Почему вы в эти ду, в эти не мэма, в эти ду, в эти ба, в эти бря, в эти там вздяки, вздюки всех, почему вы не вкладываете эмоции? Почему вы просто дуете, мякаете, мякаете? Ну, это же тоже фраза. Это фраза. Пусть мы даем, значит, сейчас как бы у нас упражнение, да? Ду. Ду. Фонема. Она очень хорошо концентрирует. Она его собирает. Ну, если он поставит такую задачу… Да, я про то, что можно, допустим, на одном слоге сделать динамику. Ду. 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 То есть идет все равно фраза. Ты рассказываешь, ты убеди их сейчас, вот в этом ду. Вот убеди. А они скажут, ой, как он нас убедил. Еще разочек. И слушай, когда я буду перекатить, слушай, просто ориентируйся. Ночевай, когда хочешь. Ду. Видишь, она говорит? Ду. Ты слышишь, как я? И дыхание неправильно. И дыхание неправильно тебе, девчонки, в этом дыхание неактивное. Вот смотри. Ду. 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 То есть я его дала. Ду. И ты вступил. Ду. 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 Ну тоже, что ты вздыхаешь. Ну расскажи ему, что он делаешь? Не, а что он делает вообще? Что он сейчас опять взял вдыхание? Или то это. Зафиксировал. Потом сбросил, потом же зафиксировал. А почему ты во второй раз тоже носом выдыхаешь? Нот же легче будет? Носом выдыхать? Мhm. да. Ну, это легче, это на самом деле. Причем, что тебе не нужно штат. Тебе полный заботь. И потому, что ты можем на первый раз спеть и делать акцент на этом, и делать больше «ду», согласны, они потому и названы «согласны», что они согласуются, звучит все «согласно». Меньше отношения будет? Да, на первый парад, да, все правильно, потому что одногласных нужно уехать, там нужно как раз уруливать вот этот баланс, но еще разочек, вот у тебя идет еще раз дыхание, давай, ты активно, активно, считаешь, что он у тебя сегодня по практике, у вас он сегодня по практике, а у тебя кто по практике? Не знаю. Не знаешь еще, кто тебя по практике? Да, я знаю, кто не сказал, что это. Да, я даже мужчина не дали на пол. Ты моя девочка, ну, Бог тебе в помощь, моя дорогая. У тебя идет, смотри, раз, два, три, четыре, ду, понимаешь? Вот не надо раньше времени, поперек баки у пекла, не надо туда. Еще разу, вот сейчас смотри все, как дышит, смотри, раз, два, три, четыре, ду, нет, ты на четыре, а надо на и, четыре, и раз. На восьмушку. Понятно? На восьмушку. Четыре, раз, и на раз пошел петь. Уловил? Понял. Понятно? Раз, два, три, четыре. Ду-и-и-ду. Вот смотри, пополз, да? Ду-и-и-ду. То есть, ду-и-и-ду. Если ты чувствуешь даже, смотрите, если чувствует человек, что… Уши почувствовали, что немножко спел? Да, да. Смотри, ты имеешь полное право, тебя опять же, я же заставляю тебя дальше петь. Вот ты спел. Ду-и-и-и-и-ду. Ты же мог остаться на ней. Остаться! Вырубить, выправить ее. Угу. С помощью увеличения динамики. Я так бы тебе помогла, мышцы твои. Не торопись. Угу. Мысли вот так, как тебе это удобно, а не кому-то другому. Угу. И-и-и-и-и-ду-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ду-у-у-у-у-уу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ну еще разочко отсюда, чтобы чего не получилось, Shiyank'я новое… У-у-у-у-у-уу-у-у-у-у-у-у-у-у-у… У тебя не хватает динамики, а пом нет, не зарабатывает. И именно эти динамики, это закон. Вот это как раз, понимаете, здесь два в одном, физиологический закон, потому что без увеличения динамики опора не будет работать. А когда мы с вами поем песню, мы идем с вами от чувств, от содержания, и у нас естественным образом возникают эмоции, чувства, и в результате возникает должное и нужное в данном месте песни динамика. По Станиславскому? Я не знаю, по Станиславскому. Ну, то есть сначала надеваешь на себя образ, а потом это уже чувствуешь. А, ну, применительно к пению можно и Константин Сергеевич сюда, потому что, а иначе никак, иначе просто никак. Ну, от этого все исходит. Конечно, конечно. И когда люди говорят, что я натренирую свою диафрагму, и я так спою, это тщетно. И идут качаться в тренажерной армии. А для певца очень важно тренировать именно свои мышцы, они нам нужны, но одновременно со звуком, с голосоведением, со звукоизвлечением. Так что Константин Сергеевич, он гений. Кстати, я очень хорошо тренироваться именно на опоре. В планку встаешь, и все, начинаем работать. Я как-то раз пробовал планку встать. У меня такой звук пошел. Я от ногойника либо от столя, а что такое плакает? Ну, это вот это вот. На пол, ложишься вот так, и на локти. Ааа! Ты даже можем сейчас попробовать. Ну-ка, давай, поднимайся. Ну-ка, давай. Давай, мы тебя сейчас снимем. Давай. Нам покажут сейчас. Давай. Я правда давно этого не делала. Ну, давай, давай. Это очень сложно, на самом деле. Ну, давай. ДУ-И,s, оно поджимается немножко, это нужно правильно делать. Ну, давай. ДУ-И,ДУ, пресс напрягается, и ты начинаешь поджимать немножко. Ну, так поджимается голос? Нет, допустим. ДУ-И,ДУ, можно петь так. Если с опоры, ты просто начинаешь напрягать пресс все тело ДУ-И,ДУ. А, ну, то есть ты в звук точно попадаешь. Ты попадаешь 100% в тон, в нужный тон. Тон – это другое. Я про плотность звука. Ну что, это? Работу мышц. Работу мышц, да, именно. Ду-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ну понятно, то есть ты можешь так не почувствовать, а вот так тебе уже деваться некуда. А в планке, да, по-другому ты не споешь. Понятно. Если все напрягается, детство нужно следить за тем, чтобы здесь не зажималось. Вот именно. Первый раз у меня зажалось. Да, у тебя все зажалось. А второй раз уже нормально было. То есть грудной звук именно вот отсюда начинает работать. Если люди не знают, что такое опора, можно встать в планку и все понятно. Ну да, ну да, это точно. Можно встать в планку, а можно еще масса других вариантов, чтобы почувствовать опору, мои дорогие. Огромное количество у нас вариантов, чтобы почувствовать опору. Вы даже сидите, представляете? Сколько? Ну я просто представляю, что ты находишься в этом, в физическом напряжении. Ну конечно, просто вот, радио. Ну давай. Неинтересно. Ну давай. Так, как он понедельник пошел. А-а-а! Ты видишь, он даже тон слышит. Ведь он же начал до меня. Ну то есть он держит, у него музыкальная память. Да умничка, вставай! Иди сюда! Вот, звук совершенно другой стал. Более уверенный. Он был более точный. Что там у тебя? Я же крестил. Крестит. Так, поехали дальше. Поехали здесь. Нет, давай теперь четыре раза. Давайте, пустой квадратик. Ду-у-у-у-у-у-у. Нет, не готов. Вот, не готов. Ду-у-у-у-у. На последнюю восемь. На последнюю. Дирижим! Я только хотел. Равна и. Равна. Ч-ш. Смотри. Раз и. Два и. Три и. Четыре и. На И идёт до Понятно А можно его активнее? Он у меня длинный Прям он такой? Да Раз, два, три Да-да-да-да Вот такой он активнее должен быть Раз, два Ты раньше длинный Ты что, будешь так назад что ли? Нет, почему? Раз и два И три, и четыре Ты понимаешь? Ты понял? Сам же будешь дирижировать себе, пошли Три, четыре Достань ее Ты можешь даже сейчас Смотри, ты сейчас нижней поползла Потому что слега дослетела Ты можешь сейчас делать так, чтобы толкать Я теперь решаю, не уравнивать даже Да, да, сделай акцентированно Чтобы прямо толкнуть И чтобы она была чистая на данном этапе И нижняя у тебя сейчас поползла А ты должен вернуться в эту тонику Два, три, четыре и Ду и ду Ду Ты ждешь, что я подниму сейчас Да, я что-то задумаю А зачем? А не знаю Я понимаю, я тебя чувствую Чего он думает у меня армон Ты пой Хорошо Ты пой вообще Ты понимаешь, что ты предлагаешь им обстоятельства Да, просто вы решили поднимаетесь Как? Да, я не поднималась А я вот осталась Не надо думать И потом голова высоко, рамазан Высоковато голова Затираешься? Высоковато, да Ну не так, ты понимаешь Как-то уравняй ее Прямо вот я не знаю Представь, что у тебя какой-то штатив стоит Вот так вот от позвоночника И ты в принципе не можешь поднять голову Иногда, конечно, допустим Я не за то, чтобы человек себя в каких-то заключал В конкретном данном смысле Но тебе нужно отвыкнуть Это уже привычка Ты когда-то поднимаешь голову Да, не нужно А наоборот мы должны осесть Понимаешь, у нас звук летит Мы летим в полете То есть в гордопеске А мы-то все опираемся Два, три, четыре Молодец Дыши как-то хочешь Еще раз весь этот пассаж С акцентом Еще его Еще его же Было абсолютно чисто Но ты сейчас приостановил Смотри, что ты сейчас сбросил скорость Ты спел чисто Но чтобы фразить Нужна еще и скорость Спой сейчас его Три раза подряд Спой вот три раза От четырех считаем На и-вдох И три раза вот эту группу Два, три и четыре Тормозишь, ты чувствуешь, что-то тормозишь? Да. А зачем? А я не знаю. И не надо... Потому что это сложно, даже, ну, вот, в интонации, у-у-у, она будет все так плавно. У-у-у-у, это нужно прям вот контролировать здесь. Ну, ему сейчас это нужно. И ему надо, он все равно справился. Но если бы ты еще не притормаживал скорость, и первую не пой. Но если тебе так удобно, перед стартом, пой. То есть ты сначала на тонике посидел, а потом пошел трижды. Можешь сразу. Можешь сразу, как хочешь. Но не сбрасывай, потому что принцип вот веревки, которая вот идет, или белка, белка, которая останавливается, когда все, она обратно идет. Ты когда акцент делаешь, ты знаешь, как мячик все... Прямо вот... Да? Отлично. Представляешь, что... Он за акцентом, и он тебе быстро возвращается в руку. Искрещенно. Если не будет акцент, понимаешь, если он будет, не будет с волной вот такой вот. То есть на третий тон как бы делать акцент... Уже лучше, уже лучше, уже лучше, ты можешь и на первый день, но здесь у нас мы теряем, мы теряем скот, понимаешь, мы теряем скот, да, да, здесь масса вряда, еще раз, раз, два, три, четыре, молодец. Молодец, ну немножечко там все, ты берешь новое дыхание, возьми новое дыхание, у тебя старт потом, и пошел, и пошел, можешь толкать, тебе не нужно сейчас уравнивать, можешь толкать, мне очень важно, чтобы ты почувствовал чистоту своей интонации, и работу опоры ваши, два, и три, и четыре, установи, тебе нужно установиться в основном тоне, два, три, четыре. Молодец, конечно. Молодец, конечно. Молодец, конечно. Молодец, конечно. Да, да. Я потом это не дочму. Ну так посмотри, если ты из нескольких раз, допустим, пять из пяти, ты поешь только два неверного, а три верного, у тебя больше неверного, чем неверного, значит ты можешь. Видишь, ты первым поешь чуть ниже, на полтона, ну почти. А потом ты же слышишь, ты выравниваешь, и остальные два раза ты поешь неверного. Да, да, ты же понимаешь, то есть ты дорабатываешь, а ты сконцентрируешь себя сразу. Да, 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 это правильно, воображение очень помогает. А мы сосредотачиваемся просто на упражнение, на Ду и Ду. А надо видеть. Тогда еще, все, пошли еще раз, раз и два, три и четыре. Ду. Так ты, в основе ты скажешь Ду и Ду, я тебе говорю, толкаю ее, ты не достаешь, что я сказала Полина. А ты такая, что? Ты не достаем и все три одинаково спел. Все три. А, нет, это да. Я на другом задумался. Нет, почему я думаю. Ну, да я может... Наверное, то, что там лежит, тебе не надо, да? Ну, вот у каждого свое. Каждый по-своему. Ну, давай, еще раз еще. Два и три и четыре. Ну, что такое себе помогать? Сейчас, вторая и третья были очень чистенькие. Замять ей ничего. Можешь помогать. Можешь помогать. И уже ладно. Мы добьемся техники, то есть скорости. Сейчас на данном этапе прекрасно. Дальше пошли. По диапазону проехали. Ну, 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 ну. Как это мы все? Какой-то... Как это называется? Что-нибудь не так, и ты все сразу... И ты сразу выбиваешься. Как это? Как это слово-то? Провокация. Любая мы лечим провокация, все. Мы никак, но все. Ты должен в этом дуть. Я иду, дорогая. У тебя есть девушка? Угу. Ну и правильно. Раз, два и три и четыре. Ну, ну, ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. В breather ты стала тем самeline чpable. Умничка. Твоя девочка называется музыка. Ты... бери какой-то фасетам. А а ты что? Ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у-уу-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Умничка, умничка. Но... А зачем вы перешли на всю на всю, на всю группу? Потому что ему предложили, он мне отказался. Ты мне отказался? У нас только фа и ес, у нас только фа и ес, понимаешь, я не буду говорить, просто смотри, у тебя вот эти ноты грудные, то есть где грудь, где голова, где фальцет, ты вырунешь, ты просто себе тетенька сказала, ты пошел сразу все, вот этот фальцет, я и то, и другое, шаг, нет, да, вот у меня микс, чистая грудь, никакого микса, чистая грудь, конечно, вдвоем, раз, два и три и четыре, ну как мне хорошо, нижний только, но ты спел, ты взял все, ты взял все это грудным своим, природным, у тебя регистр, без всякого фальцетного режима, ищет поем, и смело, мне хочется Так, спусть четвертую и выдуй третью. Перешел на вторую, был ёфик. Две слои. Смотри, как хорошая. Завышает. Ду-у-у. Обобри нижнюю. Ду-у-у. Вообще. Ду-у-у. 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 Здесь поем. Только две. Ду-у-у. Так, теперь смотри, хочешь так же? Ду-у-у ты спел. А, 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 освоил, смотри, опёрся у тебя хорошо, где-то работает. Ду-у-у-у, можешь по-три, ду-у-у, можешь повторяй, а потом. Ду-у-у-у-у-у, формируй так хочешь. То есть две. Ду-у-у. Ду-у-у. Ду-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Поеем на раз, и два, и три, и четыре. Ду-у-у-у-у-у-у. Ду-у-у-у-у-у-у. Хорошо, сработал, сработал. Ушел. Ушел концептный режим, только не много не чистенько, да? Как так, елся прям естественный какой-то. Естественный вот этот резкий переход, я думаю. Ну, а как? Ну, конечно, он всегда щелчкообразный как. Ду-у-у-у-у-у-у-у. Ду-у-у. Ду-у-у-у-у-у. У меня все очень плавно переходит. Ду-у-у-у-у-у-у-у. Ну у тебя природа. я формирую ее но прям такого скачка изначально изначально природа то есть те люди у которых разграниченные регистры явно то есть но у них легче и правильнее происходит это то есть ну слышно а у тебя он сглаженный пабироли сглаженный можно конечно если 100 есть ту цель если петь там еще техника там еще выше 2 3 4 а а а у у у у у но это сложно, конечно, мы сейчас уже ушли к тебе, но ты второй курс уже, ты у меня не первый курс, поэтому мы должны уже с регистрами работать с тобой, время, время, батенька, время, ну, смотри, как чистенько было, секунда какая была замечательная, чистенькая какая была, какая пёртая была, какая плотная, какая красивая, обердонная была твоя, вот если её выдумать, попробуй её хорошо вопри, а потом сбрось давление, ну, наверняка, ну, не спрыгивай с нитки, вот бусинки, ну-ка попробуй, не, только голова сразу у тебя сейчас в процентный режим, ну, дай грудь мне, здесь это всего лишь, не шми, не шми, не шми, ну, красиво, ну, красиво было, замечательно, почему так замечательно получилось, потому что я не тухмал, ты просто взял и шагнул, ёрли получился, ну, и ладно, а третья какая была красивая, да, ну, так и поём, хоть, хоть ёрлики, хоть козлики, дальше, два, три, четыре и Достань верхнюю, пальцем напряжение, опорой, дай, делай, 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 ещё раз, три, три и, четыре и Не достава, ну, ты сосредоточился на втором йоге, ты зачем, выдолкни нею, дай, крищетто, ты сейчас у меня поёшь кубельную тихо, чтобы не разбудить ребёнка, разбуди меня Прямо так О, ленишь ты, ты слышишь? Звук-то совсем другой, потому что ты его опёр, а вынуш, вот так и поём Вот единственное, то, что нужно отпустить Четыре и Ага, теперь смотри, что выучат, я тебя уже подняла, уже подняла тебя сразу Процентный режим, смотри, вот ты поёшь, что Дух-у-ху-у-ху у тебя ха вообще не должно быть У тебя должно быть Дух-у-у-у-у-у-у-у Может, прямо с подъезда это сейчас делать, тюбери ха Дух-у-у-у-у-у-у Хочешь? Вываливай, мне сейчас, не где, вот всё равно, чистота, чистота и никакого ха, потому что ты спрыгнулся еда Да, у тебя духу было, два и три, и крещенго, крещенго, ты видишь, что ты отделяешь, ты разделяешь, ты не разделяй, не разделяй. Ты знаешь, в чем вопрос? О контроле воздуха. То есть ты больше воздуха отдыхаешь, а нужно контролировать. Именно вот эти мышцы, они, как это? Гортанные мышцы. Да, гортанные мышцы, они создают, господи. Там давление, там определенное давление создаётся на воздух. А ты понимаешь, ты сбросываешь, да тут просто, не надо мне дышать. Просто на легатор. Скорее так сейчас находится в этом режиме. Прямо. Ещё сколько воздуха хватает, пошли. Крещеный. Сейчас у тебя делается 5-2. Но уже лучше, уже лучше. Ты понимаешь, вот он принцип верёвки. Можешь ускоряться. Можешь ускоряться. Ну, по крайней мере. Молодец. Звук. Ну, вообще-то. Ну, это си была. Си первая. Ну, может и выше. Поехали выше. Тоже самое. Два. Крутим. Молодец. Дальше поем. Далее. Далее. Еще раз. Далее. Толкай. Прямо толкай. Помогай. Молодец. Отдыхай. Развивай. Только точку ставим Сразу, сразу попали Сразу, два, три, три и четыре Разнимаем Ну давай еще разочек здесь Добьем ее, перед этим было все чисто Еще разочек Два, три и четыре Молодец, отдыхай Молодец Молодец Но это был не бемой Это был не бемой Замечательно, молодцы Отдыхай, купей Отдыхай Ну как-то ощутил? Ощутил? Да Работает Вдыхай на последнюю восьмую Но это будет работать еще И вы когда будете встречаться Когда будете встречаться Женета, я тебя тоже очень прошу Считайте его Раз и два и три и четыре Ду Ду Прямо вот так, понимаете? Прямо очень короткое Активное дыхание Все Оно может быть на первых парах Даже голова кружится Потому что Да, да, у меня кружится Ну и хорошо От головного регистра И от головного регистра Вот такого активного Конечно Вот это был микс Или голова это была Это была У мужчин же нет головы там Микс У тебя фальцет на режим У тебя фальцет на режим Но это голова А я почему-то думаю, что фальцет Это пение с придыханием типа Это субтон Нет Ну Дело в том, что у нас есть Опертый Опертый фальцет Опертая голова Как Сэн Смит поет И мы можем делать это на придыхании Ну Я не знаю, конечно У нас масса терминов Которые придут Это может быть Фальцетный субтон Смотри Как бы вот так Различаются они только по Ширине Я не знаю, как это А можно в этот В эту голову давать грудью Ну Скажем Если бы ты не опер так, как должен, ты бы не взял такие игрушки, он бы был не точно, как оно и было. Знаете, как нам рассказывал педагог по вокалу в моей студии, визуализировать, что ты шарик. Вот ты шарик, ты пытаешься взять гелийный шарик, но тебе привязали кирпичику, то есть ты плотно стоишь на земле, но при этом ты все время пытаешься вывести. Конечно, конечно. И ты вот пытаешься застать эту ноту, как можно выше, вот так вот сверху всегда берешь, но при этом у тебя есть опора, которая тебя тянет вниз. То есть нужно себя вот так вот растягивать, и тогда вот. Но если бы ты не добавил динамики, ты бы либо поджал голос без динамики, потому что когда ты увеличиваешь динамик, опора работает больше, поршень уходит вниз, он уходит, или диафрагм уходит вниз, у тебя возникает в воздушной подушках, у тебя нет зажатости здесь, у тебя могут быть колебания связочные, у тебя вибраторы были, у тебя обертоны были. И у тебя все равно даже не было вот таких срезанных 100% обертонов, их не было, они не были срезаны. Потому что ты спел очень хорошо, очень хорошо. В плане именно, для меня, краеугольную, как является динамика. Спойте без динамики, вы не споете. Ни один величайший привет сейчас, вы даете ему тиду-иду, и он не споет. Он все равно включит все рычаги, и в первую очередь будет динамика. Она включает все остальное, а не наград. Она включает. Как только ты первую ноту даже вдул, ты ее вдул, ты попал, все, ты стоишь, и что? Она просто нота ради ноты. Но когда, я говорю, развивай, ты ее начинаешь развивать, у тебя появляются частоты, обертоны твои, вибрация появляется в звуке, потому что диафрагма не поделилась, но поделилась, из-за динамики. Она поделилась, и тебя освобождается, у тебя начинает колебаться, сяточки, у тебя вибрации появляются, у тебя акустика возникает. А как по поводу опущения гортани? Ну, если тебе нужен звук трахеи, опуска. Не, ну, там понятно. А что? Что ты имеешь в виду? Ну, может, ну, я не знаю. Что значит опускание гортани? Они как раз зажимы говорят. Ну, ну, она опускается, и звук более объемный становится. Может, ну, можно так? Нет, совершенно нет. Ну, просто я спросила. Если бы ты, если ты сейчас попробуешь еще раз это спеть, ты сейчас просто, ты просто сейчас дуешь, зажато дуешь. Если ты сейчас опять представишь картинку. А, ну, это вот как раз и визуально. Ты никогда не споешь. Ты так никогда не споешь. Конечно. Она сама опускается. Она сама опускается. Все происходит естественно. По природе, по нашей. Все заложено. И когда мы начинаем много думать, возникает горе. Большое горе. А тут много не надо. Здесь много не надо. Чай пьем? У нас пару заку. Пьем? Пьем. Пьем.